Любовью оскорбить нельзя, кто б не был тот, кто грезит счастьем. Эти слова из пьесы испанского драматурка Лопе де Вега «Собака на сене» уже более четырех столетий декламируют и поют те, кто влюблен, те, кто любит. На протяжении веков они не устаревают, к ним не устают обращаться режиссеры, а прекрасная музыка. Композитора Геннадия Гладкова придала произведению неповторимый шарм и аромат. Поэзия и мудрость, лиризм и красота – вот те составляющие, которые очаровали молодого белорусского режиссера-постановщика Анастасию Гриненко и побудили рискнуть создать свое видение пьесы. Геннадий Гладков одобрил идею и подарил клавир. Мы сделали мюзикл оперету, и мюзикл, он характерен таким темпоритмом, очень таким активным, и он разрешил нам сделать все перестановки, все купюры, все какие-то свои прочтения, потому что я ему позвонила, он сказал, я тебе доверяю, делай, что хочешь. И, в общем-то, в результате у нас, конечно, свое прочтение получилось, потому что сама оперета на три акта, она огромная, большая, была написана в 80-е годы. А уже время прошло, диктует свое, и мы сделали вот современное прочтение. Геннадий Грин еще не видел, но мы вот хотим ему это показать. Трудно затмить уникальный музыкальный фильм «Яна Фрида. Собака на сене» с Маргаритой Тереховой и Михаилом Боярским в главных ролях, но исполнителям главных ролей в мюзикле это удалось, нет-нет, не затмить, а прочитать пьесу по-своему, с налетом некой современности. И зритель понял и принял это прочтение. Великолепный вокал, драматургия, хореография – все это вместе произвело впечатление на брещан. Актеры на сцене не играли, они, перевоплотившись, жили страстями, жили любовью и боролись с ней. Я вырос на этом фильме, на фильме в главных ролях Терехова, Диана и Боярский, Теодора. И это у нас уже сидит на подкорке, но мы как бы с этим не боролись. Ну, как бы вот оно с нами сосуществует, а вот оно у нас есть. И я считаю, что, ну, как бы каждое новое следующее поколение, то бишь мы уже следующее поколение, вот рассматриваем эту историю вот уже в своем таком разрезе. ПЕСНЯ Следует отметить игру всей труппы театра Геннадия Гладкова. Гармоничность и сыгранность. Каждая па отточена, каждая партия проработана до самого мелкого нюанса и отдача себя целиком зрителю, будь он столичный или провинциальный. Перевоплощение главной героини пьесы, великолепной Дианы, графини Дебельфлор, заносчивой, мучающейся от любви к безродному слуге, борющейся с этим чувством и с долгом, сыграна неподражаемая молодой актрисой Илоной Казакевич. ПЕСНЯ 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 Концертный сезон предстоящий очень насыщенный, очень разнообразный и очень большой. В первую очередь только своим вкусом, но и немножечко стараюсь учитывать предпочтения нашего зрителя. Но наш зритель очень добродушный, очень великолепный и, как и вся Европа, отдает предпочтение естественно классике, что немаловажно в нынешнее время. Субтитры создавал DimaTorzok